Представители малого и среднего бизнеса объединились, сформировали свои требования и участвуют в проекте «Плэнменный бизнес-заможная громада», который реализуется при поддержке юридических. Поэтому у нас сегодня Александр Шармар, председатель профсоюза предпринимателей города Парькова, Эдуард Набуков, председатель объединения промышленников и предпринимателей Парьковской области регионального отделения всеукраинской общественной организации «Украинский союз промышленников и предпринимателей». Елена Парковинка, кандидат экономических наук и эксперт проекта. Можно представить себя сами? Я руководитель территориального органа Государственного регуляторного службы Украины в Харьковской области Колесникова Александра. Отлично. Начнем с этого аналогия, который опишет, из чего складывался проект и почему вдруг вы решили обратиться в виде выборов кандидатов? Я постараюсь быть лаконичен. Добрый день. Я думаю, что нет смысла говорить об общих проблемах, которые касаются сегодня работы предпринимателей. Я не имею в виду даже ситуацию на востоке Украины, я имею в виду ситуацию в экономике. На сегодняшний день бизнес испытывает колоссальные трудности. Очень много цифр, которые я сегодня не буду приводить, говорит о том, что сегодня наша экономика находится в системном кризисе. И поэтому, естественно, те, кто наполняет бюджет, а это прежде всего промышленники и предприниматели, они, будем говорить так, нуждаются в помощи и поддержке со стороны органов государственной власти. Я скажу только очень коротко. Например, в 2014 году объем экспорта товаров из Украины в Европейский Союз вырос всего на 2,6%, а за 4 месяца текущего года экспорт из Украины снизился на 35%. И это несмотря на то, что фактически полностью отменены торговые пошлины со стороны Европейского Союза. Мы прекрасно понимаем, что с 1 января 2016 года, когда начнут действовать те нормы договора про ассоциацию Украины и Европейского Союза, которые вынудят Украину также снизить торговые барьеры на пути иностранных товаров. Естественно, иностранный бизнес придет на нашу территорию. И наш бизнес и бизнес европейский окажутся в неравных условиях. В связи с этим возникла необходимость понять, а что же необходимо сегодня делать для того, чтобы наш бизнес выжил в этой ситуации. Ну, прежде всего, конечно, нас заботит харьковский бизнес, потому что общие проблемы бизнеса известны. Это несовершенство налогового законодательства, это огромный единосоциальный внесок, который фактически призывает, принуждает бизнес тому, чтобы он укрывал свои доходы. Это большое количество регуляторных актов, которых в Европе не существует. В принципе, это система проверок, которые, несмотря на декларированное государством их прекращение отмен, но тем не менее, они продолжаются в прямом или переносном виде. Харьков – огромный промышленный центр. У нас в Харькове на самом деле мелкий и средний бизнес, ну, по средним данным статистики, где-то занимает 94% от общего количества бизнеса. Вернее, мелкий бизнес. Средний бизнес где-то около 4% и крупный – меньше процента. В этой сфере задействовано сегодня больше 200 тысяч человек. Ну, цифры очень разнятся, но не меньше, чем 200 тысяч человек. Поэтому отсюда возникла идея провести проект, чтобы понять, а что же мешает сегодня нашему харьковскому бизнесу, ну, будем говорить так, не просто развиваться, а хотя бы выживать. И что нужно сделать для того, чтобы наш бизнес не загнулся под давлением европейских конкурентов. В этой связи начал реализацию, то есть ряд бизнес-ассоциаций, у нас 9 сегодня бизнес-ассоциаций, которые объединились в коалицию, и начали работу над тем, чтобы реализовать этот проект. Суть проекта очень простая. То есть мы ведем открытое общение с бизнесом, мы собираем те проблемы, которые есть у бизнеса здесь на местах. Мы их обобщаем. На основании всех этой информации составляются анкеты, проводится анкетирование. На основе анкетирования выявляются те основные требования бизнеса, которые сегодня есть к власти. После этого мы проводим серию круглых столов, которые дают возможность определить, какие из них главные, какие не главные. И затем мы привлекаем представителей тех партий, которые идут на выборы, для того, чтобы они шли на выборы с учетом тех требований, которые бизнес предъявил. Собственно говоря, вот это почему возник этот проект и каким образом он, суть его реализации. Я думаю, более подробно об этапах реализации проектов нам расскажет руководитель проекта Александр Маркович Шармар. Добрый день. Вы извините перед тем, как вы нам будете рассказывать. Можно все телефоны передать вашим помощникам? Да, потому что есть у нас такие технические особенности. Да, конечно. В Америку не звоните только. У них и для бизнеса Александр Маркович Шармар. Добрый день. Ну, проект этот необходим. И он очень необходим для развития дальнейшего малого и среднего бизнеса. И, как уже сказал мой коллега, для выживания в этих условиях тяжелых. Мы знаем, не понаслышке, что у нас один из крупнейших центров – это Барабашова. Там количество предпринимателей резко уменьшается. Целые торговые площадки, в общем-то, прекращают свое существование. Чтобы этого не происходило, чтобы была у нас занятость населения на должном уровне, чтобы развивался малый и средний бизнес, и, в принципе, цифры его приближались к европейским. Там очень много, до 70%, 70% и более процентов занято малым и средним бизнесом в сфере обслуживания и так далее. Нам необходимо принимать экстренные меры. Данный проект именно и служит для того, чтобы развивать малый бизнес. На первом этапе были выявлены небольшой группой экспертов основные направления, которые мешают развитию малого и среднего бизнеса и выживанию его. То есть были проведены ряд фокус-групп, на которых появились первые вопросы. Что же мешает? На них мы получили ответы экспертов. После этого более широко были обработаны эти данные и представлены в виде анкеты и опросников на рынках города Харькова в среде малого и среднего бизнеса. И на основании этого был проведен уже первый круглый стол, итогом которому является данная пресс-конференция. На круглом столе уже были расставлены более приоритетные вопросы, которые мешают развитию малого и среднего бизнеса. И они лягут, эти вопросы войдут в меморандум, который будет заключаться между общественностью, то есть предпринимательской общественностью, которая представляет малый и средний бизнес, и депутатами, кандидатами в депутаты, которые в будущем станут депутатами. У нас ведется сейчас диалог с партиями. Многие партии согласны включить эти основные требования малого и среднего бизнеса в свои программы. А также программы в обязательном порядке, кто поддержит малый и средний бизнес, развитие его, существование его в городе Харькове из будущих депутатов. Они тоже должны будут внести именно нужды и чаяния нашей предпринимательской среды, среды малого и среднего бизнеса в свои программы. И через сто дней после окончания нашей работы мы проведем дополнительный опрос, будем отслеживать работы этих депутатов и в дальнейшем делать выводы, как им доверять или не доверять. К сожалению, механизма на сегодня отзыва нет, но эта программа преследует то, что, в принципе, большое число граждан города Харькова, наших сограждан, которые значительную роль составляют трудоспособного населения, они должны трудиться. Должны трудиться, должны развивать свой бизнес, но, к сожалению, пока хотя бы выживать. Потому что, еще раз повторяю, резко сокращается количество предпринимателей, которые работают легально. Многие из предпринимателей сейчас становятся под какие-то крыши, которые тоже будут выявляться в процессе данной программы. И нам в этом должны помогать, в первую очередь, политики и власти. Спасибо. Спасибо. Александра Калисникова. Последний буду выступать, наверное, сейчас. Добрый день. Меня зовут Проколика Елена. Я бы хотела остановиться поподробнее на результатах, полученных нами в результате обработки всех предложений реформ по развитию малого и среднего бизнеса у нас в регионе. Вчера у нас закончился первый этап нашего двухмесячного проекта. И его завершением явился первый круглый стул, на котором были представлены результаты анкетирования предпринимателей, в основном малого сектора бизнеса, присутствовали также, отвечая на вопросы, средний сектор. Это в основном были представители торговли, товаропроизводства, сельского хозяйства, сферы услуг. По результатам анкетирования были получены 17 основных пунктов, которые предприниматели считают наиважнейшими для, скажем так, устранения на местном уровне. Мы выявляли на двух, на национальном и на местном. И для опроса мы выносили только то, что мы можем изменить сами потенциально. Мы выносили местные проблемы. Этих пунктов оказалось 17, те, которые мы вынесли в анкеты. После обработки анкет оказалось, что мы выделили топ-15, обсудили их на первом круглом столе. Были внесены экспертами, которые присутствовали на круглом столе, некоторые предложения, которые мы учли. И сегодня я бы хотела представить те материалы, которые в итоге у нас получились. Мы выделили основных 10 позиций, объединили некоторые позиции, которые были разрозненными на круглом столе. У нас вышли такие более глобальные и связанные положения. Основную важность представляют первые пять, на наш взгляд. Они касаются более глобальных проблем регионального уровня, которые являются актуальными для решения, и от которых зависит все остальное. Остальная пятерка. На первом месте у нас вышло, что основной проблемой, вернее, не основной проблемой, а основным направлением для развития нашего региона является действительное создание и развитие территориальных громад, развитие кооперации и внедрение биржевой торговли как единственного инструмента для развития конкуренции, торговли и уничтожения каких-то коррупционных схем. На второе место мы выделили реальные инструменты контроля за местной властью. В первую очередь с помощью применения инструментов прямой демократии. мы сослались при помощи наших экспертов на устав города и других уровней, скажем так, территориальных громад. Третий большой блок всех, скажем так, очень волновал, и этот блок был неизменно первой пятерки и у мелких предпринимателей, и у средних, и у крупных. Это обеспечение прозрачности власти, начиная и от прозрачности формирования распределения бюджета местного и обеспечения опубликования всех действий, которые государственные органы местной власти осуществляют на уровне региона. Это в том числе и опубликование системы формирования тарифов и системы энергообеспечения. Четвертое место заняло у нас внедрение системы обязательного опубликования фактов злоупотребления должностными лицами и, соответственно, содействие обновлению кадрового состава власти, потому что получается, на самом деле, у нас, в общем-то, одни и те же люди, только на разных должностях ратируются, да, и горизонтально, и вертикально. На самом деле никаких социальных лифтов пока еще реально не существует. И пятое место у нас заняла уже такая проблема, которая беспокоит представителей торговли, предпринимателей, это порядочение правил торговли. Да, правила торговли есть, да, заключаются контракты, но, к сожалению, они не соблюдаются, и в основном стороной несоблюдения являются государственные органы, у которых в руках вся власть, и которые чувствуют себя без наказания. Сегодня я бы, ну, от себя бы хотела, как, скажем так, от создателя этого, этой топ-десятки, скажем так, чтобы присутствующие высказались по поводу, в общем-то, справедливости такого распределения, некоторые замечания уже были, вот, поэтому хотелось бы, в общем-то, услышать такое наше более-менее окончательное мнение. Мы отослали наши результаты, полученные на оценку, в Киев, юридическая служба для того, чтобы мы проверили соответствие, в общем-то, существующему законодательству и правомерности, в принципе, наших предложений. И еще хотелось бы заметить, что эти требования касаются местного уровня, те требования, которые мы выделили, как наиболее приоритетные для национального, да, будут обсуждаться, предположительно, 17-го числа на парламентских слушания, как говорится, нашей Родины. Спасибо за внимание. Ну, я хотел бы добавить сразу следующее, что круглый стол у нас прошел первый, и на круглом столе присутствовали представители политических партий различных, которым был вручен предварительный проект меморандума. И там были вот эти вопросы включены, чтобы партии не просто выполняли наш наказ, а предварительно изучили. И на втором круглом столе, который состоится 15-го числа, они уже вышли, ну, как бы... С пониманием этого, поддерживают они требования бизнеса или не поддерживают? И готовы ли они реализовать эти требования? Можно сразу уточнить, сколько этих политических партий? Было 13. Были представители направлений, то есть демократические, радикальные? Да все. Ну, и социалистическая партия была, и подкисчина была, 5-10 было. Двух Петра Порошенко. Двух Петра Порошенко. 5-10, да. То есть различные, но не все. Поэтому мы их и вот с экрана телевизора призываем принять участие в этой программе, потому что эти нужды, они не чужды, ну, никакой из партий. Александру Колесникову вы предоставили заключительное слово и перейдет в Вашу службу. Поскольку я представляю государственную службу, единственную, да, в этом формате, то я хотел бы сказать, что государственная региоторная служба, конечно же, поддерживает вот такие усилия малого-среднего бизнеса, направленные с одной стороны на развитие гражданского общества, на получение кандидатами во власть запросов от гражданского общества, а с другой стороны на объединение малого и среднего бизнеса, направленное на лоббирование своих интересов во власти. И лоббирование достаточно, скажу на сегодняшний день, достаточно большой прослойки нашего общества. На мой взгляд, основным базовым условием комфортной работы предпринимателя является создание благоприятного региоторного климата, создание хотя бы на местном уровне таких правил взаимоотношения бизнеса и власти, которые бы позволяли бизнесу комфортно себя чувствовать и нормально работать. С удивлением, я был приятно удивлен, когда вот увидел те ключевые вопросы, с которыми бизнес вышел к кандидатам во власть. Если раньше малый бизнес выходил в большинстве своем с частными вопросами, связанными с торговлей на рынке, с размещением каких-то временных сооружений для ведения хозяйственной деятельности, с размещением внешней рекламы, то сейчас требования бизнеса носят более широкий и более глобальный характер. Вот мы сейчас об этом слышали. Это и прежде всего прозрачность власти и контроль за властью. То есть, что говорит, в общем-то, о определенных шагах к развитию гражданского общества. На сегодняшний день и государственная лабораторная служба, и мы вместе с представителями вот наиболее активной части бизнес-ассоциаций планируем проведение тестирования существующих регуляторных актов на уровне городской власти, которых на сегодняшний день порядка 600, наверное. То есть, эту цифру я озвучивал и увидел, когда мы проводили в 2010 году еще анализ, ускоренный пересмотр регуляторных актов органов местного самоуправления. Вот эти 600 актов, то есть этот пересмотр был проведен достаточно формально. Вот сейчас, наверное, пришло время, когда бизнес может их пересмотреть. Может поставить вопросы к городской власти, к районным властям по поводу целесообразности существования тех или иных регуляторных актов. Мы, со своей стороны, как государственная служба, не только готовы помогать в части какой-то методологической помощи, консультативной помощи, а готовы совместно, активно участвовать в этих процессах. Ну и еще раз хочу сказать, что, конечно, очень здорово, наверное, что, в общем-то, малый, именно малый и средний бизнес пытается каким-то образом влиять на власть, чего раньше не было. Это очень важно. У меня такую более осуществленную позицию, общую, можно более конкретно, что в Харькове мешает малому и среднему бизнесу? Может быть, по фонтам это будет конкретно? Ну, в сфере мелкорозничной торговли, а также рыночной торговли, очень мешает, конечно, теневая сфера экономики. Сейчас созданы такие условия и государством в том числе. Налоги очень большие и люди уходят под различные крыши. Я уже неоднократно говорил, что существует на многих рынках целые торговые площадки, где люди просто ушли из бизнеса официального и не платят налоги, а стоят и платят каким-то структурам, в частности нашей доблестной милиции, которая занимается поборами. Вы посмотрите, что делается на станциях метро, в переходах метрополитена. Там никакие нормы пожарные не соблюдаются. Все закрыли глаза и полностью расцветает нелегальная торговля. Кроме того, что стоят в киосках, которые расположены как бы официально люди без документов и еще выносят за территорию свою, открыв там овощи и фрукты. И с другой стороны уже настроили, чего попало. И торгуют чем угодно. И кровянкой запрещенной к торговле, и продуктами питания различного сомнительного происхождения. Кофе разливают и тому подобное. То есть это какой-то бум мелкороздичной торговли настоящей. Посмотрите, что творится на терминале на Холодной горе. Разливайки под видом, под надписью кафе. Работает с утра и до поздней ночи. Площадь этих разливайок 2-4 квадратных метра. Это запрещено любыми законами. И тем не менее, что участковый не знает, что какие-то точки у него новые появились. Чем занимается администрация районов? С их подачи устраиваются целые незаконные торговые комплексы, состоящие из десятков полустационарных торговых мест. Земля не отведена. В течение последних четырех лет ни одному предпринимателю, который законопослушный, не выделялась земля под торговые объекты. Тем не менее, они растут, а растут и растут. На местах, где стояли, допустим, одни предприниматели приходят, их сносят, приходят другие предприниматели, которые получают за определенную мзду, это я уверенно говорю, из согласия администрации, участки земельные, неофициальные. Вот здесь я хочу, здесь будет стоить столько, потому что администрация знает, где торговые объекты, легальные и нелегальные, и она участвует в том, чтобы выставлять эти торговые и нелегальные объекты. То есть у нас торговый бум целый сейчас в сфере малого и среднего бизнеса. Я хотел бы добавить два слова. На самом деле, что такое открытая система бизнеса, что такое бизнес-среда? Это свободное движение товаров, денег и услуг. У нас одним из главных заказчиков услуг на сегодняшний день в городе является городская власть. Но это понятно, потому что самый большой кошелек в городе – это городской бюджет. И именно здесь кроется, скажем так, в вопросах закупок, тендер, распределения работ и услуг, здесь кроется огромное количество моментов для злоупотребления. Я, так скажу, за вот эти годы я сам сталкивался с ситуацией. Вот у нас до сих пор в Харькове, под Харьковом, нет хранилища вне завода, перерабатывающие отходы в таком объеме, чтобы Харьков мог чувствовать себя спокойно. Там и Дерхачак, по-прежнему свалки, по-прежнему. Сюда приходило несколько компаний, довольно широкая была информация о том, что приходят компании, в том числе и через нас приходили сюда компании с вполне реальными предложениями. Причем предложения были вложить деньги. То есть от городского совета нужно было только одно – решение, где это будет происходить, и разрешение на то, чтобы это делать. К сожалению, до сих пор, за вот несколько лет, эта ситуация никаким образом не сдвинулась, потому что были выставлены такие требования по тендеру, наверное, вы понимаете, о чем я говорю, что компания сказала, что нет, мы подождем немножечко. Очень много есть претензий к обслуживанию городских систем. Ну, например, Харьков лифт, есть коммунальное предприятие, а есть частное предприятие, которое реально ремонтирует, исправляет и меняет лифты. Но посредником между городской властью и реальным предприятием, которое делает работу, является коммунальное предприятие. И оно диктует ценовую политику, а не реальная рыночная стоимость этих услуг. Будем говорить так, поэтому сегодня малый и средний бизнес практически огражден от возможности принимать участие в реализации тех финансов, которые собираются на уровне городского бюджета. А существует ли какие-то механизмы, может быть, у вас и разработаны, кроме, так скажем, его рандума, вы подпишете? Дальше что, контролировать? Скажем так, к сожалению, на сегодняшний день законодательная база не предполагает такого эффективного механизма контроля, когда, например, группа депутатов, партийный депутат или отдельный депутат, которому дали наказ, не обязательно малый и средний бизнес, просто люди, которые выбирают их на округе. Если он не выполняет своих обещаний, вот механизма отзыва депутатов на сегодняшний день не существует. Единственное средство, которое у нас остается, ну, их, собственно, два. Одно – это радикально выходить на улицу и требовать, ну, это революция. И второе – это эволюционный путь. В этом эволюционном пути очень важна, во-первых, активность людей, и, во-вторых, очень важна поддержка средств массовой информации. На мой взгляд, общественные активисты и средства массовой информации совместно представляют силу порой гораздо выше, чем сила закона. Потому что люди нас смотрят, люди нас слушают, и если люди с нами согласны, то их настроение рано или поздно дойдет до власти, и власть будет меняться. Но, конечно, нужно власть менять изнутри. Нужно, чтобы заходили просто честные и порядочные люди туда. Ну, механизмов различных много. Вот мы даже предложения, ряд предложений повезем в Киев на парламентские слушания. В принципе, есть очень такие предложения, которые уменьшат степень коррумпированности общества. Допустим, мы считаем, что все контролирующие органы могут выступать и в качестве серверсных, и они должны выступать. Вот, примером тому, допустим, служат даже те же пожарники. Они приходят и контролируют, а они могут обслуживать. Если они принимают здание или объект, как положено, с ними заключается, может, договор на обслуживание. И не бегать предприниматель и искать, где ему заправить, допустим, огнетушитель, когда через 2-3 года пройдет срок его эксплуатации. А служба приходит и смотрит. А, мы принимали пожарное оборудование, сигнализация. В исправном состоянии? В исправном. Раз в месяц пришли, проверили, расписались. За это они получили какую-то умеренную плату. Пришли, ага, огнетушитель. Забрали, заправили, поставили на место. Этот объект будет в пожарном состоянии надежен? Надежен. Получила служба плату умеренную. Предпринимателя не проверяют, потому что за это отвечают пожарники. А почему так не может быть? Не приходят и не карают. Вот ты там не сделал, там просрочил. Тут что-то. Они приняли, расписались за объект и его сопровождают. Можно это сделать? Можно. И с другими службами подобное можно сделать. Эти предложения мы будем ввести в Киев тоже. Еще маленькое дополнение, нужно немножечко не в тему. Вы, Александр Суцин, например, были одним из инициаторов, Алексея Култонникова, Альмина Касанова. Сейчас на каком стадии этой ситуации будете продолжать? Сейчас на стадии зависания. То есть наложили какой-то мораторий и он висит. С кальцевыми аппаратами история висит еще с конца 90-х годов. Вы прекрасно знаете. В 1997-1998 мы выходили тут, пикетировали, ездили в Верховную Раду, с Морозом вели переговоры, работали с Виктором Лаврентьевичем Мусиякой, глубоко уважаемым доктором права нашим, который подсказал упрощенную систему налогообложения. Это не кужель. Кужель потом подхватила уже. На парламентских слушаниях она там хорошо себя повела и, в общем-то, наша задумка прошла. Но идея была Виктора Лаврентьевича Мусиякой. И сейчас же опять отложили, потом еще отложат и так далее. Но потихонечку власть чуть-чуть начинает там внедрять, там внедрять, ограничивать, ограничивать и ограничивать. К сожалению, предприниматели сейчас или это связано с войной, активность особую не проявляют. И вот эта наша программа еще действует в каком направлении? Чтобы привлечь предпринимателей выходить на выборы. Малый и средний бизнес, к сожалению, участвует в выборном процессе очень слабо. И тут, если выполняться будет эта программа, и включат партии наши требования в свои программы, то будет с кого спросить? Будет показать, какая партия просто, как бла-бла-бла. А какая партия пришла серьезно, надолго работать и выполнять требования своего народа. Той части народного, в частности, трудоспособного, которую представляет малый и средний бизнес. Я хотел бы немножечко внести уточнение по вопросу о кассовых аппаратах. Но я еще и руковожу региональным советом предпринимателей Харьковской области. Мы от регионального совета предпринимателей в июне месяце направили обращение главе Верховной Рады и главе Кабинета Министров. На сегодняшний день, 23 июля, президент подписал закон, который вносит поправки в ту часть нового кодекса, которая касается использования кассовых аппаратов и наложниками второй и третьих групп. То есть сегодня, если объем оборота до миллиона гривен в год, то кассовые аппараты использовать необязательно. Причем, если для второй группы норма введения начинала действовать с 1 января 2016 года, то по этому закону фактически вторая группа уже с 23 июля, если оборот выше 1,5 миллиона в год, должна использовать кассовые аппараты. Сегодня в экспертной среде, в том числе и вот мы, использовали услуги ряда институтов, подготовлены предложения к законодательству Украины, которое говорит о том, что предлагают вводить, конечно же, кассовые аппараты, поскольку Европа пользуется ими, но вводить на таких условиях, которые бы не позволили разрушить тот бизнес, тех бизнесменов второй и третьей группы, которые сегодня, в общем-то, выживают. Это предполагается и датирование государством, и датирование банками, и лизинг. То есть там целый ряд конкретных предложений. Я думаю, что в ближайшее время, в ближайшие, я не знаю, полмесяца, месяц мы проведем совет предпринимателей, и если предложения будут приняты, то мы через облгосадминистрацию подадим в группу кабинета министров, которые занимаются подготовкой предложений по изменению налогового кодекса. Поэтому я думаю, что этот вопрос, он сейчас действительно маленько завис, вот на таком уровне, когда он всех более-менее устраивает, но решение окончательно еще не найдено. Оно так не останется. Вот поэтому я думаю, что в ближайшие месяц-два все равно этот вопрос будет поднят, и изменения в налоговый кодекс, в части касающихся использования кассовых аппаратов будет внесены. Спасибо большое. Спасибо вам. Тут еще одна проблема такая. Налоговый кодекс-то попередники преступные делали, против народа, а эти латают его, внося еще более интересные такие новшества, которые опять же бьют по малому и среднему бизнесу. Его надо убирать немедленно, из чистого листа начинать. Но какой закон в какой стране есть, который никому не понятен? 630 страниц составляет налоговый кодекс и более 2,5 тысяч разъяснений товарища, который призывал, берите лопаты, идите к опатве. То есть это бред сейчас. Его убирать надо немедленно. Ну, спасибо. Естественно, мы приглашаем вас всех по итогам завершения нашего проекта. Во вторник, 15 числа, мы будем проводить итоговый круглый стол, на котором мы планируем, что представители политических партий подпишут меморандум, который мы им предложили, они изучают. И мы постараемся через 2-3 дня организовать еще одну пресс-конференцию для того, чтобы сказать о том, какие же партии подписали, каким образом мы планируем контролировать и, скажем так, как мы сможем помочь этому проекту реализоваться до конца. Ну, это же не только политические партии, а кандидаты. Конечно, 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 да. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.